Развелось очень много политологов, пылитологов, и периодически вбрасываются материалы о самых различных рейтингах. Надо сказать, что сейчас нам ставят двойки, мы все время в отрицательном виде. А вот до этого был известный политолог, совсем недавно, два года, чуть более двух лет, ставил нам отлично, мы всегда были в передовиках и так далее. Ну, чем закончилось, это всем известно, сидящим здесь. Вы доверяете кому-то политологам? Доверяете ли этим рейтингам? Вы учитываете их в своей работе? И второй вопрос. Вы рассказали о первых впечатлениях первого дня. Вообще, как вы оцениваете ситуацию в области плюсы и минусы? Первое. Считаю, что анализировать ситуацию, безусловно, нужно знакомиться с мнениями и оценочными осуждениями и политических аналитиков. И, безусловно, знакомиться с логическими исследованиями, если они особенно сделаны профессиональными структурами. Мы, если речь идет о профессиональном подходе, знакомимся с исследованиями ФОМа, ну и есть закрытые исследования, которые государственные структуры делают по оценке ситуации в той или другой территории. Что касается политологов, как вы сказали, они у нас разные, их много, разные мнения. Ну, это приблизительно так же, как у вас мнения могут быть различные. Но знакомиться с этими, со всеми выводами и мнениями, наверное, все-таки правильно. Потому что где-то есть здравое зерно, где-то читается абсолютный заказ на оценку. Ну, мы же с вами люди взрослые, понимаем, о чем речь идет. Поэтому думаю, что, конечно, лучше всего, во-первых, познакомиться с ситуацией лично, поговорить с людьми, почувствовать обратную связь. Ну, и самый лучший, наверное, прогноз – это все-таки итог выборов, когда человек, люди делают свой выбор. И тогда можно смотреть уже, какая социология, какие рейтинги, основанные не на оценках и не на исследованиях, а основанные на результатах голосования. За ту или другую партию, за того или другого руководителя. Вот это уже мало кто подвергнет сомнению. Тем более мы сейчас исходим из того, что главное, чтобы была легитимная кампания. Важно, чтобы была конкурентность и чтобы была открытость, которая позволяла бы никому не брать под сомнение те же результаты.